МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире ЕСЛЯХ ПАРАД. С вами Богдан Петров. Желтая зона и новые ограничения. С 12 апреля в нашем регионе снова усилили карантинные меры. Связано это с нестабильной обстановкой распространения коронавируса. Тенденция заболеваемости увеличилась в разы, отмечают специалисты. Кроме этого, на брифинге рассказали журналистам и о ходе вакцинации. Как она идет и какие ограничения введены с сегодняшнего дня, расскажет Илья Кудряков. На сегодняшний день в области зафиксировали увеличение больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявили 49 случаев. Наибольший удар, как всегда, приходится на областной центр. Наш регион сегодняшнего дня входит в желтую зону. Нестабильную ситуацию специалисты списывают на празднование Наурыза. Тогда количество контактов значительно увеличилось. Плюс некоторые североказахстанцы перестали соблюдать санитарные нормы. Чтобы изменить ситуацию с 12 апреля, с понедельника в силу вступают новые ограничительные меры. Приостанавливается деятельность у нас бильярдных детских игровых площадок и аттракционов, аквапарка. Вводится запрет на проведение поминок. Это массовые мероприятия в банкетных залах. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. В религиозных объектах запрещается проведение коллективных мероприятий, коллективного благослужения. Бес-намаз, жуман-намаз, ауза-шар-беру. Полностью все это под запретом. Ограничивается деятельность объектов культуры для групповых индивидуальных репетиций с 50 человек до 30. В детских дошкольных группах, теперь в дошкольных учреждениях разрешается работа только дежурных групп, не более 25 человек в группе. А еще приостанавливается работа общественных бань и саун в воскресенье, за исключением заведений с общим залом. Театры, кинотеатры, концертные залы будут принимать не больше 20% человек от общей заполняемости. Плюс 50% сотрудников остаются на дистанционке. Помните, что ситуация может резко ухудшиться. Все видят, что творится в других регионах Казахстана, в Алмате, в Астане, где более 700-300 случаев. Это может прийти и к нам. Поэтому всех призываю соблюдать санитарные меры, социальное дистанцирование, носить массовый режим, не проводить массовые мероприятия. Самым действенным способом защиты от коронавирусной инфекции считается вакцинация. Ее получили уже 7 тысяч североказахстанцев. В побочных действиях ни одного не зарегистрировано. В нашей области на сегодня есть около 9,5 тысяч доз. Следующая поставка ожидается на следующей неделе. Записаться на вакцинацию можно посредством записи через регистратуру поликлиники. На сайтах всех медицинских организаций, на сайте Управления здравоохранения области размещена информация по всем прививочным пунктам с указанием контактных телефонов, по которым можно записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Кроме того, на портале электронного правительства, то есть через ЕГОВ, каждый житель нашей области может подать заявку на прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. Избавиться от коронавирусной инфекции без вакцинации не получится, отмечает Кумар Кусмисов. Конечно, она добровольная, но для безопасности своего здоровья и здоровья своих близких получить препарат нужно. Илья Кудряков, Адель Нуржанов, Служба новостей. Вопрос переработки бытовых отходов становится все более актуальным. Огромные полигоны и несанкционированные свалки загрязняют природу, отравляют воду и воздух. Мы даже не задумываемся, что рядом находится настоящая бомба замедленного действия. О масштабах мусорной катастрофы и методах решения проблемы в нашем следующем материале. Вот такие желтые сетки во дворах многоэтажек видел, наверное, каждый. Казалось бы, схема проста. Собранные отходы отсюда мусоровоз увозит на завод ТО «Радуга». Но не все так легко. Самое интересное начинается на сортировочной ленте. Жители города могут дома, складируя в разные пакеты пищевые отходы отдельно, перерабатывая отдельно, относят это в желтый контейнер. Оттуда наши мусоровозы забирают, привозят сюда в накопитель. Здесь в накопителе первично отбивается крупная фракция. Следовательно, дальше идет по ленте. Сортируется на 15 фракций по цвету. Затем поступившие отходы попадают под пресс, проходят систему очистки и дезинфекции. Так, пакеты и бутылки превращаются в новое сырье. Уже из него на заводе изготавливают различную продукцию. Наверное, мы никогда не задумывались, из чего делаются предметы домашнего обихода. На заводе ТО «Радуга» выпускают до 200 видов подобной продукции. Если для производства подобной посуды используется только новый пластик, то вот этот сазик сделан из 100% сор сырья. Переработанный пластик здесь превращается в самые разные вещи. Пакеты, пленка, упаковочный материал, ведра, мусорные корзины. Но даже такой полный цикл не решает проблему бытового мусора. Усилий одной компании недостаточно. Лишь 5% всех отходов петропавловцев подвергаются переработке на этом заводе. Это значит, что площади полигонов так и будут расти. Решение одно – всеобщая сортировка и осознанное потребление. Богдан Петров, Адиль Нуржанов, Рейнбек Бегужаев. Служба новостей. Ошеломляющая победа спортсменов из Северного региона. Клуб ЕСИЛЕСКА занял третье место в чемпионате Казахстана по волейболу. Теперь «Северные Орлы» входят в тройку сильнейших мужских команд в стране. В минувшие выходные они вернулись домой. Вместе с родными, друзьями и болельщиками чемпионов встречала и наша съемочная группа. Волейболисты из Северного Казахстана прошли тернистый игровой путь. В течение всего сезона наши спортсмены не сдавали позиции, доказывая всем, что клуб ЕСИЛЕСКА завершит чемпионат лишь с победой. Они вернулись домой с бронзовыми медалями, заняв третье место в национальной лиге. Хочу поблагодарить, кто за нас болел, верил в нас. Огромное спасибо всем. Сезон был очень сложный, были травмы у многих. У основных игроков два тура, которые завалил, вообще не играл. Перелом ноги был. С этой пандемией было связано много. Ну мы сделали, мы добились этого, мы с медалями. Всем огромное спасибо. Матчи плей-офф прошли с 3 по 9 апреля в Павлодаре. В одной второй финала клуб ЕСИЛЕСКА столкнулся с Буревестником. Игра была достойной, однако сборная из Алматы одержала победу. Впереди Северных Орлов ждали матчи за третьи-четвертые места. Они схлестнулись с командой от РАУ. Финальные игровые партии стали наиболее сложными для чемпионов. Последний рывок ЕСИЛЕСКА становится обладателем бронзового кубка. Я думаю, мы в этом году весь чемпионат держали в напряжении. Чемпионат показал, что до самого последнего, четвертого тура, за выход плывов мы боролись. Мы попали в четверку. Больше всего запомнилась игра мне сейчас, в данный момент, в финальной части. Эти три игры были очень тяжелыми. За три дня сыграли 15 партий. Ребята выложились полностью. Это не случайные победы, отметил на своей странице в инстаграм Аким Северокрахстанской области Кумар Аксакалов. Действительно, долгие и упорные тренировки стали результатом яркой победы. И, надеемся, далеко не последней в истории команды. Тамерланд Леубаев, Юрий Скаков, Служба новостей. К этому часу у меня все. Увидимся в 17 часов 30 минут. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин